Восход планеты красной Именно тогда, лет в 13, Никита жадно начал искать любые доступы к японской анимации. Яркие красочные персонажи завораживали подростка. Высокие стройные мужчины с ангельской неземной внешностью. Они выглядели как новая раса. Все это зародило в Шатеневе стремление к изяществу, тонкости, к чему-то несвойственному большинству других людей, но свойственному по прошествии нескольких лет самому Никите, свойственному его дечищу, рок-группе Акада. Проект Акада образовался в 2002 году. Никита Шатенев – вокалист и идеолог коллектива долгого нашего идеи рок-группы. Теперь все, что мы видим на сцене, полностью плод мысли Никиты. В группе он – музыкант и поэт, режиссер и продюсер, дизайнер и модельер. Выплескивая мысли на сцену словно на бумагу, Акада создают бесконечный поток контрастов. Это и привлекает многочисленных поклонников. На японском очень хорошо. И бас-партия у них очень хорошая. У них очень для нашей сцены необычный образ и необычная музыка. Это первый музыкант, который я услышал, который мне реально понравился. Она меня просто цеплялась за живое. Она вызвала мне слезы и истерический смех, который просто приносил облегчение. Это музыкант, который погружает мне, можно сказать, наркотический транс. Почитатели группы часто сходятся в словах, делясь своими впечатлениями о творчестве кумиров. Но как же на самом деле называется то, что мы видим и слышим? На этот вопрос лучше всего знают ответы сами участники. Я считаю группу Акадо, и действительно ее такое вижу. Группа Акадо – это рок-группа в первую очередь. Все остальное – это ярлыки, фишки какие-то. Но при всем при этом мне никогда не нравилась мысль о том, что группу можно только слушать. Мне очень хотелось, чтобы это можно было не просто слушать, а чтобы это можно было и смотреть, чтобы это было интересно людям. И они, возможно, где-то находили себя, возможно, в этом во всем находили свою ненависть к чему бы то ни было, или наоборот свои интересы. И поэтому я считаю, что это визуальный рок. И впечатление от этого рока порой настолько сильно, что становится неоднозначным. Так же, как две точки на переносице Никиты означают совмещение несовместимого в одном человеке, пять бесполых персонажей, сошедших со страниц манги, являют собой оксимаром. Я считаю, что красота – это то, что вызывает у тебя эмоции. Неважно, негативные или позитивные. Если тебя это цепляет и греет тебя, если ты смотришь и испытываешь какие-то чувства, ты знаешь, и в обезглавленном теле есть своего рода красота. И мнение Шатенева не единолично. Так считают все участники группы. Ведь музыкант собрал вокруг себя единомышленников. Здесь мое творчество, творчество нашей группы, оно в полной мере, оно может быть разнообразным. Мы не выживались ни в какие рамки. У нас есть как легкие песни, так и тяжелые, как и лиричные, так и на разные тематики. Наверное, то, к чему я шел всю жизнь, наверное, нашел. Ну, опять же, понимание религии немножко с другой точки зрения. То, что Бог не в храме, а Бог здесь. После разговора с Акадо не отпускает мысль, что Шатенев, Стингер, Миоми, Келли и Гоуз насквозь пропитаны веянием японских традиций. Влияние Японии в группе ощущается во многих моментах. Очень во многом менталитет этих людей схож с моим. В принципе, да, иногда говорят, я родился не в том месте, не в то время. Если бы у меня была возможность выбирать, где бы я хотел родиться, да, я бы, пожалуй, родился в Японии. Но, с другой стороны, я бы этого не делал, потому что там бы я был таким, как большинство остальных. И Акадо продолжают творить, вдохновленные прекрасной сакурой. Как и многие другие, которые имели счастье заразиться вирусом под названием Япония. Акадо продолжается вирусом под названием Японии. Акадо продолжается вирусом под названием Японии. Акадо продолжается вирусом под названием Японии.